Привет, я Катя Панова, основательница сайта robic.us и это наш канал, просто подпишитесь, очень сильно вас прошу, потому что если вы подписываетесь, у меня есть мотивация дальше рассказывать вам истории. Сегодня я вам расскажу о том, как я сама переехала в США, надеюсь, что это поможет другим людям, которые интересуются переездом в США, и моя история вас вдохновит. Я приехала в США в 2012 году студенткой. Я выиграла стипендию Фулбрета для того, чтобы учиться в магистратуре Неверского университета. Я училась на журналиста, у меня была специальность Weapon Innovation and Journalism. Для того, чтобы выиграть эту стипендию, я подалась в Украине на конкурс Фулбрета. У меня тогда было, если не ошибаюсь, 26 лет или 27 лет. Если ты уже выигрываешь эту стипендию, то тебе помогают поступить, за тебя какие-то документы даже подают, тебе оплачивают с сдачей TOEFL, сдачей других экзаменов. В моем случае нужно было сдавать экзамен, который называется GRE. И такая школьная программа математики, сочинения тоже на английском надо писать. То есть, если вы выигрываете такого рода стипендию, то вами уже, грубо говоря, занимаются, вас кружат, вы уже точно куда-то поступите и точно поедете в США, если, конечно, что-то не произойдет из рук вон выходящая. До того, как я приехала в США студенткой, я уже была очень много раз в США по туристической визе, так как моя мама, она вышла замуж за американца, когда я была еще, не ошибаюсь, подростком. У меня была возможность иммигрировать вместе с мамой, но я не хотела. У меня был парень, у меня была учеба, у меня была работа, и иммиграция мне не казалась чем-то интересующим меня вовсе. Также у меня были патриотические соображения. Я выиграла стипендию без всяких намерений иммигрировать, да, я действительно очень хотела поучиться в США. Также у меня там какие-то личные были аспекты, я хотела там от бывшего бойфренда быть подальше, чтобы, так сказать, между нами был океан. Такие конкурсы в американском консульстве есть для школьников, старшеклассников, он называется FLEX. Вопрос, чтобы вы понимали, если мы говорим про государственные программы Fulbright и FLEX, да, от американского правительства, они всегда отдают предпочтение тем, кто еще не участвовал в этих программах, в смысле не выигрывал, да, как бы, да, то есть если вы выиграете как школьник, вероятность того, что вы выиграете потом еще и магистратуру уже как бы ниже, да. Как студентка я не имела права работать, да, имела право только пойти на стажировку, и только после первого семестра отучившись, поэтому я не могла официально работать в США. Я продолжала работать на украинские СМИ, там какие-то статьи писала, видео снимала, помню, да, Forbes, там еще для чего-то. То есть какой-то у меня такой доход был как бы вот оттуда, да, параллельно с учебой, однако он, опять-таки, если соизмерить с американскими ценами, мне как бы не грандиозно помогал. Я ничего абсолютно не платила за свою учебу в магистратуре, наоборот. Мне фонд Фулбрайта перекрывал медицинскую страховку, мне еще платили небольшую стипендию, это было в районе 2000 долларов в месяц. Для Нью-Йорка, ну, 2000 долларов в месяц это немного, однако это те деньги, на которые я полностью жила. Я сама как бы, ну, там тоже какие-то небольшие сбережения имела, но несоизмеримые с уровнем жизни в Нью-Йорке. Деньги я всегда очень жестко считала, и на эти 2000 долларов я снимала себе жилье, 800 долларов в месяц. Я снимала комнату в хорошем районе на Аппо Иссайд, верхний Иссайд, но мне пришлось попотеть, чтобы ее найти, естественно, да, то есть как бы за эти деньги. 4 на 4, беатра, может, эта комната была. Я сама перекрашивала, комнаты и квартиры сдаются абсолютно пустыми, поэтому мне нужно было купить мебель, мне нужно было купить себе кровать, подушку, наволочку, ну, вы поняли, да, абсолютно все, что как бы нужно для жизни. Абонемент на метро, я вот очень хорошо помню, что он стоил больше 100 долларов за месяц. Мобильная связь за 50 долларов в месяц, любого, не знаю, поход за продуктами, конечно же, в Нью-Йорке. Один раз борщ решила всем сварить, со 150 долларов на продукты потратила, и у меня уже глаз дергался, что это какой-то золотой борщ был абсолютно. В Нью-Йорке, я бы сказал, дешевле кушать по маленьким таким заведениям, добавлять на вынос, чем готовить самим, что очень дорогие продукты питания. Плюс, естественно, у меня были расходы, которые связаны с учебой. Мне нужно было снимать, мне нужно было оборудование, которое можно было взять на прокат, да, в университете. Это стоило денег, и там нужно было еще купить страховку на оборудование, которое тоже стоило денег. Слава богу, благодаря студенческому удостоверению, а также удостоверению журналиста, я могла ходить бесплатно в музеи. Фонд Фулбридт нас поддерживал с помощью местной организации в Нью-Йорке, в том числе, International Institute of Education, который они нам давали бесплатные билеты в театры, это волонтеры все распространяли. То есть у нас были возможности, так сказать, жить очень дешево или бесплатно. То есть университеты, они очень часто проводят ивенты с едой, поэтому я и все мои, кстати, одногруппники, американцы, из богатых семей, из средних семей, как бы все любили ходить на мероприятия, чтобы чисто пожрать. Реально, ну как бы такие цены, и вы не думаете, что если вы родители отсылаете ребенка, то там студент решил, не знаю, жрать наркотики и как бы в пентхаусе жить. Как бы нет, этого не будет. То есть как бы это будет комната с ободренными стенами, которая как бы будет стоить тысячу долларов в месяц в лучшем случае, если очень сильно провезет. Я получила визу для учебы в США, которая называлась J1. У меня было достаточно просто, легко это прошло собеседование. Его назначили мне из фондов Убридта, координатор, они большие молодцы, они как бы все за тебя делают. Моя задача была только явиться с документами, которые мне дали, да, и ответить на там вопросы, куда ты едешь, что ты будешь изучать. И никакого там допроса с присоствием не было, да. Ну, а студенты обычно приходят в консульты, тогда, когда у них уже есть одобренные документы от вуза. То есть вы уже поступили в этот вуз, и вам дали форму Ай-130 обычно, если я правильно помню ее. То есть это не зависит от того, как вы собираетесь учиться, как я, выиграв стипендию через фонд, или вы сами подались, не получили стипендию, будете платить из кармана, вы все равно идете в консульты с этой формой, да, которую вам должен дать университет. В моем случае мне не нужно бы доказывать свою финансовую состоятельность, потому что у меня была стипендия от моего фонда. Если бы я сама поступила в американский вуз, то я бы, соответственно, доказывала свою финансовую состоятельность, и я бы показывала деньги на своем счету или там деньги на счету моего спонсора, то, что называется, спонсор, и тот, кто будет платить за мою учебу. Когда вы получаете стипендиюческую визу, должны посмотреть, сколько у вас въездов и на сколько она, то есть у вас стипендиюческий статус может быть, например, год, а виза, например, на полгода. Магистратура длилась полтора года, это было три триместра. Как процесс происходит? Ты заканчиваешь первый семестр, дальше у тебя небольшие зимние каникулы, ты можешь куда-то поехать, например, ты можешь поехать на родину или в какую-то другую страну, или ты можешь остаться там, где ты есть. В это время, кстати, мне стипендии не платили. Если ты едешь на родину, то у тебя твоя студенческая виза, она единоразовый въезд у меня была, то есть мне надо было идти опять в консульство, если я все правильно помню, и обновлять ее. Учился еще один семестр, и уже во время летнего семестра, то есть в летних каникул, я уже поехала на стажировку, потому что, опять-таки, студент имеет право на стажировку. Стажировка – это очень важный аспект учебы в США. Во-первых, вы можете заработать деньги во время стажировки официально, как студент, что до этого вы не имеете права. У меня на стажировке тогда платили, если не ошибаюсь, около 12 или 20 долларов в час, то есть это было очень хорошо прям. Стажировка – это важный аспект для каждого студента, потому что, если вы правильно выберете стажировку, правильно сойдутся звезды, то вас туда, во-первых, могут пригласить на работу. Хороший работодатель вам тоже может сделать грин-карту или рабочую визу, то есть это такой важный выбор. Правильное попадание в стажировку вам, как бы открывает и карьеру, и эмиграцию. Я не очень правильно попала, однако во время своей стажировки я познакомилась со своим мужем в будущем. Это было в Майами дело, и я забеременелась своим сыном первым. Я никогда не планировала эмигрировать в США, я никогда не планировала здесь жить. Я думала, здесь поучусь, вернусь на родину, передавать опыт, как бы, да. Я училась новым цеховым технологиям в журналистике. Искренне, как бы, у меня был там четкий план, что я буду делать, как бы, полученные знания, как их буду передавать. Но вот так вышло, что я забеременела. И так вышло, что параллельно к этому всему, как бы, в Украине началась война. Люди гибли на улицах, да, как бы, там дальше была аннексия Крыма, события на Донбассе. И весь мой план, он рухнул. Ну, то есть, как бы, во-первых, мне журналисту некие моменты угрожали. Скажем так, я достаточно активно работала в Украине и в Крыму, и на Донбассе. Приезжать после учебы в США, в Украину, рожать здесь ребенка, привозить жениха, видимо, на тот момент уже, который израильтянин к тому же был. В тот момент и в Израиле была тоже активная, там, да, ситуация. То есть, тоже был обстрел ракетами из Престины. То есть, как бы, в Израиле тоже было неспокойно. Опции тоже ехать в Израиль, нашей семьи не было. Тут, видимо, нужен какой-то другой план уже. У меня на тот момент уже была мама, которая гражданка США. Я могла бы в тот момент попросить маму, чтобы она подала документы на воссоединение со мной. Однако, я этот путь не выбрала, просто потому что там было достаточно долгое ожидание. Плюс ко всему, я все еще была не уверена, что я собираюсь жить в США в долгосрочной перспективе. Я закончила учебу, все еще была студенческая виза, да, и я имела право на стажировку после окончания, или 7 месяцев, или год. То есть, по закону, опять-таки, я нашла место для стажировки, которая, по сути, чтобы не было иллюзий у людей, как бы, да, это работа, которая вам просто оплачивается хуже, чем если бы вы были американцем местным, да. То есть, я продлила свой студенческий статус, потому что это стажировка. Я жила уже в Майами, я уже вышла замуж за своего мужа, родила ребенка. У меня был статус J1, то есть студенческая виза. Потом она у меня закончилась. Муж через работу свою подался на грин-карту по выдающейся способностям как менеджер и B1, а я, как бы, была к нему, так сказать, прицепом, как жена. Пока мы не смогли оба податься на грин-карту, у меня были разные пути поддержания своего легального статуса. То есть, я в некий момент поехала, получила туристическую визу. И по ней было полгода. Я поехала в Хоста-Рику и сделала деривативную от рабочей визы мужа, L2. Очень активно следила за тем, чтобы я не выпадала из этого статуса, чтобы я не была в США нелегальной ни одного дня. Так как я получила стипендию от американского правительства, у меня было то, что называется legal disability. То есть, я не имела право менять статус, пока я не отбуду на родину, не пробуду в Украине два года, чтобы передать опыт. К сожалению, там, с новорожденным ребенком, беременными в ситуации войны, я не могла этого сделать, поэтому я подалась на waiver. То есть, я сделала такое прошение, чтобы в моем личном случае это правило отменили. И это я делала с помощью иммиграционного адвоката. Я заплатила иммиграционному адвокату около 15 тысяч долларов. Мне очень повезло, я получила такое разрешение от американского правительства, да, и смогла уже, грубо говоря, получить грин-карту на основании такого разрешения через, опять-таки, деривативный статус от статуса мужа. Если у меня не было мужа, кстати, что вы понимаете, мы не женились там или, да, то я могла бы сама получить грин-карту по своей профессиональной деятельности, тоже получив грин-карту, как выдающийся, там, видимо, не знаю, журналист. Не то, что это какой-то акт самолюбования, да, то есть ни в коей мере не считайте, да, что это так. Я просто всегда объясняю всем своим друзьям, знакомым, нашим подписчикам, слушателям, что вы не боялись этих слов, да, выдающийся, как бы, специалист, талантливый, не знаю, там, художник, или талантливый журналист, талантливый менеджер, талантливый программист, что у вас выдающиеся способности в спорте, например, да, то есть вы не должны сразу думать, это не про меня. У нас такая скромность есть у русскоязычных людей в этом плане. Я просто хочу, чтобы все понимали, что это не вопрос, как бы, того, что вас должен выдавать личный президент, или вы должны получить олимпийскую медаль, или Нобелевскую премию. Это такой, знаете, немножко технический такой процесс. Просто правильно подобранные документы, и это все абсолютно легально и правильно. То есть обратитесь к миграционному адвокату, взвесьте, есть ли у вас такая возможность. И теперь у меня есть грин-карта. Если я захочу, через два года у меня будет возможность податься на гражданство США, на него можно подаваться через пять лет, поскольку у вас появилась грин-карта, или через три года, если вы вышли замуж за гражданина США. Это моя история миграции. Надеюсь, что вам понравилось. Задавайте вопросы, обязательно на все отвечу. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, пожалуйста, что я вам еще что-то рассказывала. Спасибо большое. Пока-пока.